Подписчики, джем, ёпта! Если вы сегодня проснулись и решили, что у вас, ну, не очень, такой вот денёчек, то послушайте, пожалуйста, мою историю. Я ещё с пятницы заболела простудой, причём сильной, в не очень лайтовой такой форме. Сегодня у меня поездочка в Киев на автобусике. Я вчера на ночь напилась таблеток, чтобы мне сегодня полегчало. Я просыпаюсь, понимаю, что у меня полная пизда, блядь. Я проснулась уже с температурой, нос и горночка, всё обложено нахер, понимаешь? Но это не самое интересное. Идёт Лизик 50 утречком, а там женская ежемесячная неожиданность на несколько дней раньше. Я такая, ух, ребята, чё так рано. Хотя кто-то удивлён, абсолютно никто не удивился. Сегодня же поездочка в автобусе, блядь, там где туалета нету. О, выходи вчера 4 часа, вещи не собраны, блядь, лежу нахуй, деградирую, смотрю ТикТок, люблю жизнь. Это моё самое любимое, а то, что в Москве последние 3 дня было солнечно, сухо и тепло. Угадайте, какая погодка сегодня! Вот такая нахуй, блядь, охуенная! Курьер опоздал на 30 минут, но к нему претензий ноли, потому что служба в тот раз мне доставила за 15 минут, и курьер-учитель извинялся, поэтому... Там ещё на улице вот такое, да, видели, что происходит, поэтому очень страшно. Когда я отдыхала от Инстаграма, не снимала истории, я заказала кухню на районе, и, ребят, она приехала за 15 минут. Я не понимаю, как это возможно. Это не приготовили и доставили за 15 минут, это вообще шок-контент, ну, типа, это восторг, правда. Ребят, такой стресс, такой стресс, сейчас буду жрать сыреньки со звучонкой, и никто мне ничего не сделает, могу себе позволить. Ну, вы посмотрите, какая тварь! Вот это вот моя подписчица, которая решила продавать крема. Господи, да продавай их на здоровье! Почему ты воруешь мою аудиторию? Скажи мне, пожалуйста, тупорылая ты шваль! Ты нарываешься, чтобы я рассказала честные отзывы о покупателях, которые заказывали у тебя крем. А у меня есть такие отзывы, просто я как бы не хочу быть тварью последней, засирать там какой-то бизнес. Занимайся на здоровье, да, и бог тебе всего самого лучшего. Просто зачем ты воруешь моих подписчиков? Ну, ты, да, в курсе, что они в курсе, да, про этот продукт? И ты тупо их пиздишь! Кстати, ребят, сегодня я еду в украинку, заказывайте кремик. Эта девочка в курсе, что я сейчас не беру ее на понт, и у нее действительно есть недовольные покупатели, потому что она продает какую-то хуебалу, блядь. Не понимаю, где она ее берет и что там в составе. Вот, поэтому советую тебе притормозить коней. Это мне нравится. Лиза, почему такая цена? Да потому что, ребят, потому что я знаю, что мои крема, они летят прямиком из Индии. Я уверена в составе, я уверена, что они действительно из Индии. А вы поназаказывайте, хуй пойми где, а потом в прыщах ходите. Все на члене вертели свое имя, понимаешь? А Лизочка, даронько, свое имя же пятить не будет. Лиза, даронько, же вам говна никогда не продаст. Это, ну, это, ну, сыр какой-то, сыр. Смотрите, какая у меня теперь классная штучка. Это для дорожной баночки. Я сюда поналивала штучек для головы, вот. А сюда два кремика, дневной и ночной. И наклеечки переклеила. Миленько, да? Кабрика держу в курсе. Чувствую себя так же отвратно, но все равно продолжаю верить в лучшее. Стараюсь не грустить. Езжу сейчас обедать с моей подружайкой Ксюшей Хоффман. И вечером еду на отправление в Украину. Еще я думаю, что бы я могла забыть, потому что я уезжаю аж на три недели. И надо было тщательно собрать вещи, чтобы ничего жизненно важного не забыть. Конечно же, список я никакой не составила, но я верю в лучшее. Ну, я вот такой подход просто обожаю. Ну, конечно, это же я, моя любовь. Ну, моя. Все, я снимаю видео, мне все равно. Попозируй, пожалуйста, на видео. Ну, вы посмотрите, эта проститутка едет в Европу покорять. Ну, я не могу. Чемодан мят на айфон какой лист? Мят ли тоже. С тебе это Лиза Дорали. Моя, моя.